МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторые возвращаются к этой истории в более зрелом возрасте. Некоторые ищут это предназначение в течение всей своей жизни. Как понять себя, свои желания, осознать свой потенциал и максимально его раскрыть. Сегодня об этом будем говорить с нашей гостьей. А в гостях у нас Марина Крымова, психолог и тренер успеха. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Тема программы у нас «Выбирай свой путь». В общем, мне всегда казалось, что я свой путь выбрала, но кто его знает. Сейчас поговорим с вами, выяснится, что вовсе и нет. Нет? Давайте с терминами определимся. Что такое предназначение и выбор жизненного пути? Одно ли это тоже? Нет, конечно же. Потому что жизненный путь может быть ошибочным. И человек даже не будет понимать, от чего ему так скучно, уныло и серо в жизни. От чего нет ярких впечатлений. Почему он не горит? Потому что выбран такой путь. И предназначение это совсем другое, это иное. Предназначение закодировано в наших мечтах, в наших фантазиях. Причем в разном возрасте. Это буквально и в детстве, и в подростковом, и в юношеском возрасте. Если суммировать все фантазии, то красной нитью сквозь эти фантазии пролегает основа предназначения. Давайте это как его отыскать. Потому что я думаю, что если мы отыщем это предназначение, ну это мое личное мнение, то мы будем и счастливы, и жить будем благополучно в достатке, и вокруг нас будет именно то окружение, о котором мы, собственно, мечтаем всю жизнь. Совершенно точно. Ведь смотрите, если человек, бытует такое мнение, что человек рожден для чего-то, правильно? Ну а раз для чего-то, значит внутри любого существа есть сила для этого, есть творческий потенциал для этого же. И более того, к этому, ради чего человек рожден, уже стянуты другие люди для того, чтобы помочь сделать это. Стянуты ресурсы финансовые, стянуты ресурсы творческие. То есть, посмотрите, предназначение в глубине себя имеет гигантское поле творения, плюс взаимосвязи с другими людьми. А поэтому, конечно же, желательно выйти на свое предназначение. А знаете, некоторые вовсе не задумываются по поводу предназначения. Некоторые говорят, ну вот буду зарабатывать денег, да, деньги дадут мне комфорт, какой-то успех, собственно, все блага, которые могут быть получены при помощи денег. Может быть, это и есть тот самый свой путь? То есть, мы ориентируемся на достаток и, соответственно, комфортную жизнь в связи с этим достатком. А вовсе не на дело, которым бы хотелось заниматься. Знаете, достаток немаловажен, потому что на сегодняшний день даже любовь, о которой говорят, что она бесценна, даже здоровье, о котором говорят, что тоже бесценный продукт, имеет цену, да, особенно когда пошатнулось счастье жизни. Так вот, достаток, он необходим. Но, что самое интересное, когда человек исполняет свою миссию рождения, то есть предназначение, когда человек попадает в суть предназначенности своей, там есть деньги, потому что любое предназначение, оно все время в текущем времени, в котором человек живет. А в текущем времени это значит и ориентир оплаты предназначения. То есть, все гармонично в этом мире. И знаете, есть совершенно глупая поговорка, которую многие люди используют. Где родился, там и пригодился. Абсолютно глупая, согласна. Люди ее неправильно трактуют. Имеется в виду, где родился? В России двухтысячных годов, да? Что России двухтысячных годов требуется? Родился в Перми, живу в России двухтысячных годов. Что требуется городу Пермь в это время? Вот как надо осмысливать данную поговорку. Что требуется? Требуется красота, требуется эстетика, требуется здоровье. Требуются прекрасные дороги, замечательные газоны. Что требуется? Там ты и предназначен. Это всего лишь про время. А дальше уже про собственный внутренний импульс. А вот его нужно уже искать из фантазии, из мечты, из вот этого ореола мечтательности, которым занимались все молодые люди. Может быть, есть смысл прислушаться к родителям? Знаете, некоторые родители говорят, что дают определенные советы, конечно, опираясь на жизненный опыт. Как говорила моя подруга, мать плохого не посоветует своей дочери, говорила она. Так вот, может быть, послушай, действительно родители умнее, мудрее, а главное, есть им уже чем поделиться? Здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что родители чаще не видят своих детей. Родители предполагают, где бы ребенок состоялся бы, но предполагают на поле своих амбиций, понимаете, на поле своих ориентиров. То есть на поле своих желаний, опять же, обратите внимание, получается, что молодому юноше или девушке навязывают свою незаконченную судьбу. Если ты родитель, и тебе кажется, что в этой профессии состоится твой ребенок, встает вопрос, а почему вы сами занимаетесь другой профессией? Идите, переквалифицируйтесь, займитесь собой, вложите свои амбиции в свое видение. То есть вы хотите сказать, никогда не поздно? Не только не поздно, а всегда нужно. Это во-первых. Во-вторых, правильный родитель, он знает, к чему тяготел ребенок в 6 лет, в 10 лет, в 12, в 15, в 16, в 18 и так далее. Правильный родитель умеет наблюдать, умеет видеть и сублимировать то, к чему тяготеет ребенок. И уже из сублимации детских желаний, а не как детские желания происходят. Ребенок захотел, наигрался, все, наигравшись, закончил, бросил и больше не возвращается. Но есть дети, которые возвращаются. Наш интеллект, он каков? Если его не разворачивать лицом к жизни, если наш интеллект не напрягать, если наш интеллект не образовывать, то очень быстро человек превращается в рутинно зашоренное, в рутинно глуповатое существо. И видит только то, в рамках чего функционирует. Вот это беда. И что еще немаловажно? Когда родители ничего не могут предложить ребенку, это отвратительно, это плохо. Это значит невнимательные родители. И внимательный родитель – это тот, который может сублимировать всю память о своем растущем, выросшем ребенке. Чем ребенок увлекался, чем ребенок занимался. Где он с большим наслаждением был погружен в какое-то изучение или в какой-то интерес. Куда он возвращался своим интересом и своим наслаждением. Вот если родитель сможет сублимировать все эти понятия, он заметит нюанс, который как раз и станет пригласительной карточкой в профессию. И когда вот такой родитель подскажет такое наблюдение своему ребенку, знайте, именно в такой профессии, подсмотренной родителем из всего детства и юношества ребенка, именно в такой профессии ребенок будет богат и счастлив. То есть уже не ребенок, уже взрослый человек, нашедший себя в своей жизни. У меня, Марина, есть свой рецепт по поводу того, как отыскать вот этот самый свой путь, свою дорогу, свое предназначение. Нужно вспомнить, чем занимались вы в детстве, когда вас никто не видел. То есть когда вы оставались дома один и играли в одного. Вот то самое дело и есть дело в вашей жизни, как мне кажется, потому что у меня так оно и есть на самом деле. И я смотрю на своих друзей успешных, как правило, когда эти дети, они, будучи детьми, оставались в одиночестве дома, они играли в те игры, которые в дальнейшем переродились во что-то большое, в профессию. Наташа, во что вы играли вы? Не поверите, в дикторе телевидения. Серьезно, я ставила табуретку и читала программу телепередачи. Была еще одна игра, мой папа играет на баяне, я устанавливала на той же самой табуретке баян и печатала на клавиатуре баяна. Собственно, так сейчас я и работаю за компьютером сидя. Хорошо. Было еще одно. Я шила. Вот шить я категорически перестала и думаю, надо, наверное, вернуться. Давайте поменяемся местами. Сейчас вы будете спецпсихолог вместо меня. Давайте. А я вам расскажу. Я, когда никто меня не видел, играла в бога и вторая игра в волшебницу. Ну и подскажите, пожалуйста, мне профессию. Легко. Вы закончите в монастыре, Марина. Никогда. Потому что Бог никогда не отделялся от людей. Он все время творил для людей. А вы не будете отделяться. Более того, творил счастье. Более того, творил счастье людям. Направление. Давал пути, давал судьбы, давал направления, давал мечты. Вот, собственно, я именно этим и занимаюсь. Вот видите, моя теория подтверждает. Да, все правильно. Это не ваша теория, это называется архипсихология. И очень здорово, что вы сейчас всем нашим телезрителям о ней подсказали. Если, вот, стоит выбор, есть два вида деятельности. У меня выбора не было, я, собственно, как-то шла интуитивно. Но есть люди более талантливые, чем я, которым удается и химия, и физика, и биология. Они, например, хотят стать врачами. Но не менее занимательным оказывается сцена, да, актерское мастерство. Что делать в данном случае? Все просто. Надо стать пластическим хирургом. То есть быть среди актеров, быть среди шоу, вумен и шоуменов, да, быть среди них. Опыляться этой средой обитания, да, наслаждаться этими флюидами. Но при этом быть медиком для них. А если попробовать себя в одной профессии, потом в другой. Вообще, это правильно ли скакать с профессии на профессию, с дела на дело, и, ну, каким-то образом пробовать себя совершенно в различных ипостасях в течение всей жизни? Это не просто правильно, так нужно. Потому что самое ужасное, что человек может себе подарить, это залившую болотную рутину. Совершенно ужасно, когда человек не движется, потому что таких людей в старину так и называли, нежить. Совершенно ужасно, когда человек пользуется одним форматом в мысли, одним форматом в действиях. Это же, это же все равно, что всю жизнь читать одну единственную газету «Правда», несмотря на время, несмотря на течение в событиях, да. Мир давно изменился, но представьте себе такую женщину, которая носит одно и то же платье всю свою жизнь. Мы не можем себе такую женщину представить, верно? Вот то же самое с профессиями. Мы обычно подчиняемся родителям, мы обычно подчиняемся нужде, стечением обстоятельств, вынужденным каким-то событиям, но найти себя необходимо, потому что человек только тогда счастлив, когда встретит самого себя в моделях своих же понятий радостей. А вы представляете, как трудно вообще в зрелом особенном возрасте, ну или в каком-нибудь более или менее серьезном, зрелом я имею в виду в возрасте 40 лет, например, да, когда ты уже сложился как профессионал, когда ты уже добился определенных результатов, привык к определенному достатку, но понимаешь, что профессия во как надоела. И совершенно не хочется дальше шагать по этому пути. Да как классно же! Но ведь нужно содержать семью, нужно обеспечивать своих детей, нужно обеспечить себе привычный образ жизни. Как шагать, вот как выскочить из этого коридора, из этой колеи? Учитель по физике нам все это объяснил еще в школьной программе. Закон сообщающихся сосудов. Нам показывали две трубочки, и вспоминайте, уровни там становились одинаковые. То есть, находясь на той профессии, где ты уже мегачеловек, профессия, где ты уже мастер, начинай осваивать счастье своих мечтаний, начинай осваивать счастье своей фантазии. И как только ты в своей мечте и в своей фантазии доберешься до такого же уровня, как в профессии, методом перетекания плавно и изящно уходи из этой рутины. Марина, если человек не может, мало ли, вспомнить, во что он играл в детстве, или он никогда не оставался один, да, это мой рецепт. Если родители не могут предложить посоветовать, если человек не определился и не выбрал своего пути вот до сих пор, что же делать, к кому, собственно, можно обратиться за помощью, главное, может ли кто-то в данном случае помочь, или это дело его одного? – Наташа, я тренер успеха, то есть я тренирую ваш личный успех. И я всегда к себе приглашаю. Надо приходить к таким людям, которые профессионалы. И 19, 20 и 21 мая я как раз буду раздавать направление в счастье. То есть буквально приходить надо к мастерам, да. Есть люди, которые хорошо самолеты в воздух поднимают, есть люди, которые эти самолеты делают, а есть люди, которые хорошо судьбу поднимают, из рутины, из болота, в счастье отправляют. Вот это как раз Марина Крымова. Поэтому приходите ко мне на семинар, раздам всем ключи к счастью и направления в счастливую судьбу. Вот прям так счастливое руководство, точнее правильное руководство в счастливую судьбу? Или это каким-то образом? Конечно. Всем должны заниматься профессионалы. И если человек сам заблудился, запутался, да еще и устал от рутины, вот это точно. Надо срочно что-то делать. Надо срочно идти к мастеру. Это действительно так. Особенно ужасно, когда люди от рутины начинают опустошаться настолько, что уже просто жизни не видят. Жизни не видят. Вдумайтесь. Ведь это же не живут. Это просто существует изо дня в день. И это беда. Есть такое другое слово – победа. То есть по этой беде можно ударить, и ее не будет. И появятся другие горизонты наслаждений. Вы знаете, мой учитель Наталья Петровна Бехтерева, она сказала, что мозг увеличить в интеллектуальной деятельности можно даже в 75 лет. И у меня таких случаев действительно очень много. Это моя профессия. Улучшать жизнь счастьем. Марина, некоторые выискивают предназначение, опираясь на собственное имя, на дату рождения. Нумерологией ею некоторые всерьез занимаются. Вот насколько и имеет ли это под собой какое-то реальное основание? Совершенно точно. Но для этого, опять же, потребуется память. То есть номер квартиры, где вы жили, дата, когда у вас все начало получаться. То есть нужна память. А многие люди не помнят цифры, и тем самым цифры не могут стать ведущими, направляющими в их жизни. Имена. Есть имена, которые ослабляют, есть имена, которые укрепляют. Да, все правильно. Но вот у наших предков был более уникальный метод. Когда ты родился? В какой сезон ты родился? Дело в том, что код энергии, когда человечек рождается в эту жизнь, этот код энергии становится руководящим. И я это написала в своей книге о судьбе. Она у меня, кстати, на сайте лежит, крымова.ру. И там очень точно все написано, именно по архивным исследованиям, по моей научной деятельности. Там все написано, в какое время и какие коды энергетические влияют на развитие или наоборот на прекращение благополучия. Конечно, любому из нас интересно узнать развитие благополучия. И вот тогда обязательно нужно завладеть моей книжкой о судьбе. Там все очень точно сказано. Но, знаете, вот я, например, родилась в то время, когда счастье приходит через речь. Несмотря на то, в кого я играла в детстве, я все-таки состоялась тогда, когда заговорила, когда ушла из исторических архивов в другую работу, переквалифицировала себя в другую службу. И вот славянские энергетические коды, они более точны. Ну, должна вам сделать комплимент, работать с залом. Я про речь сейчас. У вас вполне успешно получается. Вы им действительно владеете. Спасибо. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Приходите к нам еще, пожалуйста, в студию. Как знать, может быть, благодаря вам кто-то отыщет свою дорогу. Даже если такой человек будет один, это уже огромное счастье и огромная помощь с вашей стороны. Я так думаю, что ни одна жизнь и ни один из людей, пришедших к вам, скажет вам спасибо, как я сегодня. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, что были сегодня с нами. Приходим мы в этот мир не просто так. Есть мнение, что у каждого из нас своя миссия на Земле. Выполняем предназначение и начинаем жить в благости, в благополучии и в достатке. Именно этого я вам желаю сегодня. И, конечно, увидимся на Уралинформ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok